Всем привет! Сегодня видео с упражнениями на стопу и на голеностоп. Сегодня вы будете видеть только мои ноги. Только мои ноги вы будете видеть! Я приближаю для того, чтобы вы посмотрели, как будут работать пальчики, потому что будет такая мелкая работа, которую издалека вы можете не заметить. Также хотела вам показать упражнение с массажным мячом, если нет специализированного какого-то мяча, введите, пожалуйста, теннисный мячик или в патшопах тоже можете купить. Это полезная штука. Я рекомендую вам делать самомассаж стоп каждое утро. И вы можете из этого комплекса, он будет небольшой, но все равно вы можете вычленять какие-то упражнения и использовать их в начале своих занятий. Я вам вообще рекомендую начинать работу, даже если вы в тренажерный зал ходите, разбойтесь и поработайте со стопой, потому что как минимум вес тела наш приходит на стопу. А также я хочу в описании под видео вам оставить все плюсы работы со стопой, какие вы приобретете плюшки, если вы будете систематично над ней работать. Все, давайте начинать. Для начала становимся так, чтобы у вас пальчики смотрели по сторонам. Будем поочередно выводить одну ножку на полупальчик, сгибая колено, и делаем смену, да, поднятая пятка, у вас пальчики широко раскрыты. Поехали. Раз, не торопитесь, пожалуйста, прожимайте стопу. Два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Хорошо. Стопы параллельны, совсем небольшое расстояние между ногами. Мы сейчас будем выходить на полупальчик, разворачивать пяточки наружу, через полупальчик возвращать ноги в исходное положение. Если вам тяжело удержать равновесие, вы можете взяться за какую-то опору. Можете боком к стене встать, я думаю, рукой придерживаться. Поехали. Подняться и развести пяточки. Раз, и свести два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Достаточно. Так, продолжаем работать. Сейчас мы будем поднимать все пять пальчиков обеих стоп на себя. Вы остаетесь на основании. Первый пальчик, пятый, и пяточка. И продолжаем работать только пальцами на себя. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Сейчас задержимся на десять счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Достаточно. Сейчас мы будем работать одной ножкой. Да, такую гусеничку будем небольшую делать. Вам необходимо встать на пальчики, подберить пяточку. И вот таким образом мы перемещаемся. Раз, и, раз, и. Дошли до своего предела, ноги сильно раскрывать при этом не нужно. И вернулись обратно. И снова пошли. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И еще один разочек. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вторая ножка. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Хорошо. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И еще один разочек. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Хорошо. Продолжаем из параллельной позиции. Будем поднимать с вами только четыре пальчика. Да? Четыре поднять и опустить. Может быть непривычно. Да? Если такая позиция, когда вы большой пальчик поднимаете, вы можете, если совсем невозможно, да, чувствуете, что никак не получается, придержали, подняли, или сейчас, да, будем делать четыре пальца, вы придержали большой и подняли. Хотя вы почувствуете, если вы никогда не выполняли этих упражнений, просто нужно почувствовать, как у вас поднимаются четыре пальца. Не можете пока что сделать, сами придерживайте. Придерживайте на одну ножку, сделайте на вторую. У кого получается, давайте вместе со мной. Раз, и, два, и, три, и. Четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. Задержим четыре пальчика на подсчетах. Пять, четыре, три, два, один. Замечательно. Все, теперь мы будем поднимать только большой пальчик от пола. Да, это может быть немножечко тяжелее, опять же. Если вообще не получается, присядьте и придержите свои четыре пальца. Так, поехали. Надеюсь, вам видно все. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. И, сейчас задержим на пять счетов оба пальчика. Пять, четыре, три, два, один. Достаточно. Хорошо. Так, сейчас мы с вами будем выходить на пол пальчик. Да, снова сделать вот такие стопы немножко выворотные. Мы будем подниматься, и при опускании мы не будем ставить пятку на пол. Как вы видите, у меня она не касается пола. У меня сейчас икры напряженные, передняя поверхность бедра и ягодицы. То есть, когда на протяжении всего упражнения вам необходимо держать напряженными ноги и ягодицы в том числе. Мы будем делать 20 раз в среднем компоненте. Поехали. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. И, сейчас десяточка. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. Отлично. Сейчас компенсируем вот это упражнение. Давайте походим на пяточках с вами. Пальцы хорошенько направлены на себя. Да, вы можете поперемещаться по комнате. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. Хорошо. Снова стопы параллельны. Сейчас выходим на ребро. И на внутренний свод. Чуть-чуть у вас коленочки могут уходить внутрь. И снова на ребро стопы разворачиваем. И на внутренний свод. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, девять, и, десять. На ребре стопы давайте походим немножко. Можете попереминаться с ноги на ногу. Можно сильно с продвижением это не делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И теперь на внутренний свод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Сейчас будем работать круговым движением. Вам необходимо переместить две ноги. Одна на ребро, другая на свод. Выходим на полупальчики. Задерживаемся чуть-чуть. И переходим на другой бочок через пятки. Работаем сейчас в одном направлении четыре раза. Раз. И, два. И, три. И, четыре. Хорошо. И в обратном направлении. И, раз. И, два. И, три. И, четыре. Хорошо. Достаточно. Прекрасно. Так. Сейчас нам необходимо взять возвышенность. У меня это будет кубик. У вас может быть порожек или книжечка. Или что-нибудь такое. То есть, не обязательно что-то специальное брать для этого. Но необходима опора. Руками, пожалуйста, держитесь за стену, чтобы не клюнуть вперед. Мы сейчас становимся основанием и пальцами. То есть, пятка у вас должна касаться пола. Да? Вы встали, да, на возвышенность. И мы работаем вниз. Раз. И поднимаемся. Мы в центр. Мы не поднимаемся пятками наверх. Вот ваше положение. Опять опустились. И в исходное дыши. Желательно дыхание подключить. Вдох. И выдох. Поднимаемся. Поехали. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Внизу сейчас задержимся на пять счетов. Пять, четыре, три, два, один. Достаточно. Кубик убираем и берем мячик. Мячик берем. Мы сейчас будем с вами массировать стопу, да, прокатывать ее. С пальцев до пятки. Сильного нажатия у вас не должно быть. Болевых ощущений тоже по возможности не должно быть. То есть это легкие массажные движения. С пальчиков до пятки. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Переходим на другую ножку. Нам необходимо с вами стать основанием и пальцами на мячик. Мы сейчас будем давить стопой на мячик. У вас должно быть ощущение, как будто вы хотите его раздавить. Мы сейчас четыре счета будем давить. Четыре счета стоят с расслабленной ножкой. Таких три подхода. Поехали. Далее. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Снова давим. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. И еще четыре счета. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Сейчас устанавливаем мяч посередине, по центру стопы. И прокатываем вправо-влево. 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 И вправо-влево. Достаточно. Переходим на другую ножку. Сейчас будем нажимать на мячик. Поехали. Четыре счета давим. Четыре. Три. Два. Один. Отпускаем. Четыре. Три. Два. Один. Снова давим. Четыре. Три. Два. Один. Отпускаем. Три. Два. Один. И еще один подход. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Хорошо. Перемещаем мячик на предыдущую ножку. Сейчас нам необходимо встать пяткой на мяч. Хочу обратить внимание. У вас нет такого, что поднимается вот эта вот нога опорная. Она стоит. Вы сейчас надавливаете на мяч пяткой. У вас, соответственно, включается ягодица вот этой ноги, которую вы давите. Вы должны почувствовать, что она у вас немного напрягается. Если вы оторвете вот эту ногу, которая у вас стоит, у вас не будет возможности давить пяткой в пол. Поэтому мы стоим на ножке обязательно. Так же самое. Четыре еще додавим. Четыре отдыхаем. Поехали. Далим. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Снова давим. Четыре. Три. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. И еще раз. Надавили. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Переходим на другую ногу. Так. Поехали. Ой. Дальше пяточка. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Еще раз. Давим. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Четыре. Три. Два. Один. Отдыхаем. Три. Два. Один. Хорошо. Следующее. Нам необходимо поставить ножку на пятку и поработать вот так вот пальцами. Поехали. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Хорошо. Вторая ножка. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Хорошо. Так. У нас осталось совсем немножко упражнений. Так. Три. И. И. Соответственно. Три. И. Четыре. Если чувствуете, что заваливается, берите перед собой опору в виде стула. Поехали. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Заключительный. И. Два. И. Три. И. Четыре. Заключительный. Раз. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Хорошо. Так. Сейчас я отодвину камеру. Потому что будем делать вот такое упражнение. Вам необходимо сделать вот такой выпад. Ножка у вас подсогнутая передняя. Корпус на передней ноге соответственно. Заднюю ножку отодвигаем и ставим ее на полупальчик. Ваша задача сейчас пяткой дотянуться до пола. Но. Я как видите у меня корпус здесь. То есть я не иду вот таким образом. Я все оставила здесь. Пяточкой тянуть. Чувствую вытяжение в икроножных мышцах. Задней ноги соответственно. Поехали. Работаем так десять раз. Раз. И. Два. И. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. И. Девять. И. Десять. Хорошо. Другая нога. Расстояние между стопами такое как ширина таза примерно. То есть у вас не одна линия в ногах. Вот. они. Вот. Примерно. Отмерьте свою. Ширину своего коврика. Вот на таком расстоянии у вас должны быть ноги. Поехали. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. И. Девять. Десять. Десять. Фу. Так. Все. Это все, что я хотела вам дать. Это те упражнения, которые я включаю в свои любые комплексы. Где-то делаю меньше, где-то делаю больше. Могу взять только два упражнения из этого и дать их в начале какой-то практики. Вот. Пожалуйста, используйте. Это очень классные техники, очень классные упражненки. Также, если у вас нет мяча, например, вы можете просто взять свою стопу, съесть. Сесть и пронять ее, да, с каким-нибудь кремушком. Если вам тяжело вот так вот на сухую ногу взяли кремушек и начинаете ручками вот так массировать пальчики. Между пальчиками можно, это как дополнение к мячу может быть. В области пятки можно, да, себе сделать самомассаж. Опять же, не допускайте сильной боли. Все аккуратно, все медленно. Очень полезные темки. Ну и вся информация в описании под видео. Все. Спасибо. Всех очень сильно люблю. Я. Спасибо. Продолжение следует...